Приветствую вас. Я бы выделил в вашем тексте несколько моментов, которые, мне кажется, являются определяющими вашей ситуации, вашей истории, то, что вы описали и так далее. Во-первых, это то, как вы говорите про своего мужа, что он честный, что он справедливый, что он добрый, вот, и так далее. Мне кажется, что вот именно доброта, его честность и справедливость здесь сыграла с вами злую шутку. В том смысле, что в том числе и поэтому, потому что он честный и справедливый, что подкрепляется его чересчур рациональным мышлением, возможно, которое в данном случае ему вредит. И стала возможна эта ситуация благодаря всем этим аспектам, поэтому те качества, которые вы своему же считаете хорошими, сыграли с вами злую шутку. Да и с ним в том числе. Дальше. Следующий важный аспект. Это то, что вы испытываете чувство вины за то, что, собственно говоря, произошло. Вы испытываете чувство вины, это означает, что сами же считаете, что то, что вы сделали, это очень плохо. Вы испытываете чувство вины, потому что не до конца уверены в том, что делали. Вот вы говорите, что это у вас ошибка молодости. Все в молодости совершают определенные действия и уж точно далеко не за все действия можно и нужно себя ругать. Я уже молчу о том, что в данном случае вы ничего плохого, в общем-то, не совершили. То есть тут основной момент заключается в том, что вы не отдаете себе отсчета в причинах того, что вы сделали, в причинах того, как вы поступили. То есть вы сами вините себя, вы сами вините себя в том, что делали или что делаете. И подобная незавершенность вашей ситуации, подобная незавершенность вашего поступка влечет за собой такое вот, собственно говоря, чувство вины. Мужчина чувствует его, потому что он не может не ощущать того, что вы себя вините, к примеру. И, соответственно, ощущая, что вы себя вините, он просто отвергалывает вам ваше же отношение к тому, что произошло по факту. То есть если бы вы не обвиняли себя за то, что с вами произошло, то ситуация была бы в целом нормальной. То есть у мужчины не было бы выбора другого, кроме как признать то, что ничего дурного в том, что вы делали, нет и быть не может. А так, так получается, что вы своими действиями подкрепляли его какие-то страхи, подкрепляли какие-то его сомнения в, ну, например, в себе, в вас и прочее. Чувство вины проистекает. Проистекает, как правило, из подавления своих желаний, которые у вас есть. Чувство вины проистекает, как правило, из-за того, что вы нечто себе запрещаете. Это очень важная история, очень важно это понять. То есть понять, почему то, что вы делали, идет как бы в разрез с тем, что вы, например, хотели. Чувство вины, как правило, возникает именно из-за нецелостности эмоциональной и сознательной сферы. Поэтому ваше чувство вины нужно разобрать. Вполне вероятно оно, чувство вины я имею в виду, идет из детства. Вполне вероятно. Вполне такое может быть, когда вам что-то запрещалось, когда вам что-то не позволялось, когда вам чего-то не давалось, ну и так далее. Вот, соответственно, то, что можно вам здесь ответить. Вот, соответственно, то, что можно вам здесь дать. Именно вот конкретно здесь. Хотя, безусловно, это, конечно, далеко не все. От этого лишь только поверхностность. Следующий аспект заключается в том, что мужчина, который с вами сейчас находится, это очень неуверенный в себе человек, который негативно относится к сексу. То есть у него есть некое такое вот обособленное немножечко отношение, скажем так, к сексу. Вот. И, соответственно, человек сомневается в себе, человек сомневается в вас, сомневается в своей ценности. И, конечно же, он это переносит на вас. По-другому, ну, в принципе, не бывает. Да, к сожалению, к сожалению. То есть его ревность, его, как вы говорите, мечты об идеальной жене. Это все проистекает из сомнения в собственной ценности. Вот. И в этом одна из главных его проблем. Своими действиями, своими попытками его в чем-то убедить, вы только подкрепляете у человека осознание, так сказать, правильности его поведения. Осознание правильности его поступков. Осознание правильности того, что он делает. Хотя, хотя, это очень деструктивная позиция. Потому что она направлена вовне. То есть человек сомневается в своей ценности, человек сомневается в своей важности, и человек придает очень, очень гипертрофированное значение сексу. Вот. И вы своим поведением, своими действиями, вы лишь только подкрепляете у него, условно говоря, такое восприятие и себя, и отношений. И вас. И так далее. То есть эта позиция, которую вы занимаете, она, к сожалению, крайне негативная. То есть она, крайне негативно, эм, сказывается, эм, сказывается, эм, ну вот, эм, на вас. Крайне негативно сказывается на, эм, том, как развиваются, условно говоря, ваши отношения. К сожалению, опять же. К сожалению, опять же. И, эм, вот, вот, эм, из, из этого всего и поистекает данный конфликт. То есть надо понимать, что, эм, у мужчины еще до встречи с вами были какого рода трудности. К сожалению, к сожалению, к сожалению, еще до встречи с вами у мужчины были такие трудности. И поэтому, эм, то, что произошло, эм, то, что произошло сейчас, то, что произошло сейчас, это всего лишь продолжение когда-то его давным-давно, давным-давно, давным-давно длящегося конфликта, конфликта. длящегося конфликта с самим собой, только человек на вас перекладывает ответственность за то, что произошло, ну и что и делают люди, обычно, такие как вот ваш мужчина. Мы говорим здесь о ревности или как любят говорить иногда о расстройстве ревности. Это такая штука, когда человек, для человека это становится чем-то вроде навязчивой идеей, становится разоблачить, уличить партнера, которого он любит, вот в том, что, собственно говоря, в том, чего человек боится сам. Вот, ревность проистекает, как я уже сказал, из-за неуверенности в себе, из-за страха одиночества, из-за некого такого девиантного отношения к сексу. Но, поскольку человек не видит проблемы в себе, что, естественно, ему нужен кто-то, ему нужен кто-то, кто бы стал такой вот, своего рода, одушиной, кто бы стал своего рода приемником всего негатива, который есть у мужчины. Именно поэтому ваш муж изначально реагировал одинаково, а потом реагировал по-другому на то, что происходило. Именно поэтому ваш муж не хочет признать правду, потому что, если он признает правду, то это будет означать, что он ценен, а свою ценность человек принимать отказывается. Ну, по крайней мере, по крайней мере, пока что отказывается принимать, к сожалению. И до тех пор, пока человек отказывается принимать свою ценность, он будет всегда виноват, и он будет всегда искать виноватых, и он всегда будет, что самое главное, этих самых виноватых находить. Просто потому что не бывает в этих ситуациях по-другому. Ну, не бывает. Ревность так устроена. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы говорите о своем ощущении ухудшения вашей жизни, в случае, если вы разведетесь, разбежитесь и так далее. Вы говорите о том, что очень много вкладывали в эти отношения и не хотите все разрушать. Ну, если вы присмотритесь к ситуации, то вы увидите, что отношений, по крайней мере, здоровых и нормальных у вас никогда и не было. Не было, потому что те отношения, которые у вас имели место, это, конечно, не отношения, а это, скорее, ну, как сказать, это результат внутренней борьбы, результат внутренней борьбы вашей и внутренней борьбы мужчины. Ничего хорошего из этого для отношений, конечно, быть не могло и не может. Вот вы говорите, что мы ссоримся, ссорились много, скандалили много и так далее. Тоже говорит о размытых границах ответственности. О размытых границах вашей, что важно, личной ответственности. Потому что, получается, что вы, по факту, не отвечаете за свои действия. Вы, по факту, не ссорясь со своим мужем, вы вносили свою лепту в то, что между вами, собственно говоря, происходило. Вот. То есть вы просто вносили свою лепту в это. Конечно, это нужно анализировать и, конечно, нужно определить, почему именно вы ссорились. Почему именно вы ссорились? Не ваш муж, нет, а именно вы. Какая была у этого именно ваша субъективная сторона? Это очень важно, потому что из этого, из таких вещей складываются, собственно говоря, отношения. Давайте разберем ваш текст теперь. Значит, мучный, замечательный человек, честный, справедливый, добрый и так далее. Прекрасный отец, добыча, хозяин, обеспечивает семью, отстроил, практически, сам двухэтажный дом, отставил мебель завести, но нет, проблема. И, вот, проблема заключается в его ревности. Вот, знаете, вот, всё, что он делает, вот, вся его прекрасность, вся его, такая идеальность, вся его правильность, она, что интересно, вас не насторожило. Вас не насторожило, что человек такой правильный, такой хороший, такой честный, добрый и справедливый. Ведь честность, доброту и справедливость каждый понимает по-своему. Вот это очень тонкая вещь, что слишком честный человек, как это не парадоксально звучит, несёт в себе угрозу. Слишком справедливый человек, как бы парадоксально это не звучало, несёт в себе такую же угрозу. И так происходит практически во всём. Понимаете? Так происходит практически во всём. Поэтому, выбирая такого человека, вы обрегаете себя на определённые, ну, условия, скажем так, определённые условия жизни. Это очень важно понимать, важно отдавать себе в этом отсчёт. Так, когда мы только встречались, меня угораздило параллельно погулять, скажем так, с другим парнем. Встреч было немного, можно на пальцах переспочитать, большей частью за компанией с нашими друзьями. Это была пара, моя подруга и друг её парня. Близких семейных отношений у меня же не было, хотя он вроде был не против. Наше общение вскоре не прекратилось в повсю. Я ему сказал, что у меня есть парень. На этом всё закончилось. Вот скажите, почему вы гуляли с этим парнем? За компанию с своей, как вы говорите, подругой. Но если гуляли, значит, хотелось. Если вы гуляли с этим парнем, значит, вам этого хотелось. Я вас сейчас не обвиняю. Я просто говорю о том, что вам необходимо взять ответственность на себя за то, что вы делали. Не отрицать этого именно для себя, не для человека, нет. Для себя. Очень важно для себя признать вот эту историю, что да, я гуляла с кем-то, да, я хотел этого на тот момент. Да, на тот момент я чувствовала, например, вот то-то, что-то, что-то, что-то. К примеру. И пока что, пока что, вы в этом себе не признаёте, к сожалению. Вот хочется у вас спросить, а почему? Почему вы себе не признаёте в том, что совершали какие-то действия? Может быть, сейчас, вы бы их и не завершили бы. Но тогда, вам это было важно. Но почему-то, почему-то, Самобытность, достойность того, что, ну, вы делали, вы не принимаете. Вот такой у меня возникла шишина. И это, конечно, тоже очень важный вопрос. Вы потому себя и вините, что отрицаете факт своего действия. Но, как я уже сказал, ничего плохого вы не сделали. Вы просто погуляли с ним и всё. Вы сами это знаете. Но вот эмоционально, на мой взгляд, не принимаете. Замуж я вышла за своего парня, с которым встреча, вроде все хорошо. Со временем у меня подруга узнала про того парня. Подруга, если что-то ему рассказала, она про близости не подтверждала. Так ее в действительности не было. В том моменте начался кошмар. Он мне знал говорить, что я ему изменила. Замуж за него вышла не по любви. Просто его использовала. Всем дорисовал все события и подробности. Как-то эта ситуация загладилась. Он не хотел нашим расставанием расстраивать маму. Смотрите. Вы пишите, что он узнал у подруги. Это вообще интересно было бы разобрать, как он это узнал. Он стал говорить, что вы ему изменили. Замуж за него вышли не по любви. Просто его использовали. И сам дорисовал себе все события и подробности. То есть человек так о себе думает. Вы только представьте себе, что человек именно такого мнения о себе самом. Человек именно так чувствует себя. Он на самом деле допускает тот факт, что ему могут изменить. Он на самом деле допускает тот факт, что его могут использовать. Он на самом деле это допускает. И вот у меня к вам вопрос. У меня к вам вопрос. Вы правда считаете, что тот, что человек придумал в себе, выдумал в себе и так далее, связанное с вами? Правда ли вы, так думаете, положа руку на сердце, правда ли вы считаете, что это он про вас говорит? Ну, очевидно же, что человек просто спроецировал, то есть перенес на вас все то, что он думал и думает о себе с тому. Просто взял и перенес. Абсолютно, кстати говоря, спокойно. Абсолютно, кстати говоря, легко. И абсолютно неосознанно, к сожалению. Как вы восприняли то, что он вам говорил? Ну, вряд ли вам было приятно, вряд ли вам было хорошо, но как? Далее. Он не хотел нашим расставанием расстраивать маму. Это неправда. Это неправда. Я думаю, что это отговорка, потому что в глубине души вам это будет неприятно. Он знает, что если бы вы действительно ему изменили, он бы с вами не был. Он знает, что вы ему не изменили. Где-то в глубине души он это знает. Именно отсюда его такое поведение. Так что, мама это отговорка. Это не желание признавать того, что ему всё-то нужно для себя. Вопрос, конечно, заключается в том, на мой взгляд, почему вы ему поверили? Почему вы поверили, что он не захотел с вами расставаться из-за мамы? Это первое. И почему решили продолжать с ним находиться в отношениях? Даже после того, как он сказал, что, ну, по факту сказал, что с вами он только из-за мамы. Вот. Это, конечно, очень важный, на мой взгляд, вопрос. Дальше. На протяжении цикла жизни периодично всё равно к этой теме возвращается раз в полгода или год, как-никак ему наболеть. То есть, несмотря на то, что он обвинил вас во всех грехах, он к этой теме возвращается. Казалось бы, зачем? Но после этого очень бурные скандалы. Скандалы – это некое действие, в котором участвуете в том числе и вы. Что означает, если бы не ваше участие, скандалов бы и не было. Вот у меня к вам возникает вопрос. Какой вы вклад внесли в скандал? Именно вы какой вклад внесли в скандал? Именно вы. И ещё раз хочу повторить. Почему я говорю так? Потому что, во-первых, скандал – это то, в чем участвуют двое людей. Во-вторых, очень важно понимать, что существует психологическая игра, которая так и называется. Скандал. Вы в этой психологической игре принимаете участие и связана она, как правило, с тем, что люди боятся близости. Боятся друг другу доверять. Вот, знаете, мне кажется, что если бы вы больше себе доверяли, если бы вы больше себе доверяли, ну, ситуация была бы гораздо более такой. знаете, ну, как вам сказать, гораздо более приятной, что ли. Вот. Ситуация была бы гораздо более комфортной для вас. Ситуация была бы гораздо более понятной для вас. Ну, а пока что мы имеем то, что имеем, а именно, вот, данные проблемы. То есть, тут вот очень такая важная ситуация, важная история, на которую нужно обратить внимание. Дальше. Так. Значит, должен эмоционально реагировать, не верить в то, что я ему рассказываю. Потому что, чем больше он рассказывает, тем больше он увязывается в своей правоте. Говорит, что в моем поступке нет логики, что я этого хотел. Ну, опять же, да, как вам сказать, вот. Человек уверенный, уверенный в себе. Он один раз сказал, да? Один раз сказал. И все. Он, как бы, больше говорить, ну, наверное, не будет. Потому что... Зачем? Его... Кто хотел, да, его услышал. Если его хотели услышать, его услышали. Не нужно говорить об этом много. Понимаете, да? О чем идет речь? И что я хочу сказать сейчас. Да. А так, получается, что вы каждый раз, каждый раз пытаясь что-то объяснить, вы, по сути, себя дискредитировали. Вот. Ну и, к сожалению, да, вы продолжаете дискредитировать себя и до сих пор. Думая, что можно доказать человеку что-либо. Доказать или показать. Только вот... Не понимаю, что это носит его собственный личностный смысл. Дальше. Говорит, что так. Мои рассказы не верят, а потом к сказанному что-то добавляют. Доказывают, что я ему так рассказал. Доказывать ничего просто невозможно. Это паранойя. Это паранойя. И, в общем-то, связана она с... Самое, что... Главное, связана она с определенными... Действительными, реальными событиями. Такими, как, например... То, что мужчина изначально для вас был не так важен. Вот, вначале, когда вы, собственно, гуляли с другим. Мужина для вас не так важен. Это нужно, опять же, признать. Нужно признать, что... Человек не был для вас тем, Кем вы хотели ему показать. Поэтому, да, у мужчины паранойя. Но эта паранойя, как и любая паранойя, Имеет всегда реальные... Реальные факты. Реальные обстоятельства. Доказать что-либо невозможно. Да, и, тем не менее, вы пытались, Но вы пытаетесь снова и снова это сделать. Получается, что я ему каждый раз рассказываю по-разному. Да. Потому что вы, как я уже сказал, Здесь угодили в его лавочку. Ту правду, которая есть в действительности, Просто ту правду, которая есть в действительности, Слышать не хочет. Говорить, что я, значит, Девушка легкого поведения, Что не факт, что у меня был не один парень, Я много за своими спала, что не люблю ее, Что не люблю его, что чувствует холод, Куча грязь и обвинения. Самое все обидное, что он действительно был Первым до сих пор единственным. А почему обидно-то? Обида-то здесь, собственно, При чем? То есть, ну вот, вы, извините, извините, да, Но при чем здесь обида? Вот как таковая, при чем она? При чем здесь обида? То есть, как бы, если вы человека любите, Или любили, или любите, неважно, То все, что вы делали, вы делали, потому что вам хотелось. Правильно? Так из-за чего же вам в таком случае обидно? Вот это, мне бы очень хотелось в этот момент понять. То есть, такое ощущение, что вы, аааааааа, ну не знаю, что вы это делали из-за ожиданий каких-то. 20 лет как-то получалось загасить этот пожар. Примеряли, жили дальше, но доверия ко мне просто нет. Ну, это не загашивание пожара, понимаете, это просто избегание от проблем. Тут вот хотелось бы спросить о детей, как же, то есть, как же вы вот детей своих рожали, из вас такие трудности в отношениях, или что вы рассчитывали на то, что детям что-то докажут, или что-то, или что-то, или что-то, проблемы, что, для чего, для чего дети. Так, многие его слова и обиды прощала, потому что чувствовала свою вину, что салжи началась наша семейная жизнь. Ну, вот с виной нужно работать, и на это и с детства. Это подавление вами своих желаний. В то же время и бунтовала, доказывая ему свою правоту. Ну, тут, как бы, опять же, да, вот видите, с одной стороны вы себя вините, с другой стороны доказываете, и та и другая модель поведения являются деструктивными. Этим самым израстил ему комплекс, сломала его мечту об идеальной семье и жене. Такого не бывает. Такого не бывает. И мечта, это просто мечта. Но здесь вы берете ответственность за проблемы своего мужчины. Надо было сразу разбежаться. Теперь это зашло слишком далеко. Что это значит? Вот последний год так вообще стал придираться к любой мелочи. В моем дыхании видит измену. Мне делать ничего особо не надо. Он сам все придумает, контролирует, постоянно говорит про моих любовников, которых я имею, по его мнению, сейчас и раньше. Разве такого не может быть? Может, но это не так. И я ему в мелочах угу, хотя это все не так. Вот и сейчас, в неделю, как колотимся, сказал, что если не разложим все по полочкам, то развод и это окончательно. И что им, что именно по полочкам, разложишь все остается вопросом. Опять же. Значит, настроение очень категоричное. Сказал, что больше так жить не может. Если расскажу все правильно, с мелочами имеется факт физических изменений. Но постарается простить и прообещал к этой теме больше не возвращаться. Все наше благополучие и все, что нажили, все к черту. А видом построили, свили свое гнездо, осталось лишь вселиться и радоваться, как растут дети. Ну, это вот такая привязка к материальным аспектам, она вас тянет назад. Я не могу все это разрушить, не могу разрушить благополучшие детей. Нет, на самом деле, у благополучших детей вы разрушали и разрушаетесь своими скандалами. Вот. Люблю его, готово все терпеть. Как говорят, с ним тяжело, без него еще хуже. Это всезависимые отношения. Тут вам нужно почитать про всезависимые отношения. Ну, например, про треугольность Карпина. Правда, которая является действительно правдой его не устраивает. И в него не верит, потому что им это не выгодно. Поэтому я решилась на большого греха и вынудена была сказать действительно неправда, что спаси наше сомнение и избежать развода. Ну, вот видите, здесь вы играете уже роль спасителя, как треугольник Карпина. Но, в действительности, и вы, и мужчина являетесь жертвами. Я готова была нести тяжкий грех всю жизнь. Один пообещал, что простит и будет дальше стараться верить и не знать об этом. А вот с чего вы решили, что мужчина говорит правду? С чего? Вы же примирялись, наверное, к чему-то приходили, когда мирились, после ссор. И потом все начиналось по-своему. Ну, заново. Так, значит, по сути, вы решили солгать ради спасения семьи. Но, по сути, вы решили солгать ради спасения себя. Потому что вы не хотели терять что-то, что у вас есть. Но этот страх потерять, страх лишиться всего-то, он связан во многом с тем, что у вас нет своей ценности. Сознавание, ощущение своей ценности. Так как был в командировке, я попросил, чтобы без криков и руганий написала лучше ему все в письме. Я четыре часа... Вот видите, на весь опять нежелание нести ответственность без криков и руганий. Я четыре часа писала это письмо, сочиняя подробности, как бы распала с шимпаном. Я просто выплакала все слезы. Это жертвенность. После долгой ночи разговоров, вроде же, я примирился, готов был поставить точку, но потом опять брызнул в обвинение или что-то не договорил. Сказал, что он так чувствует, мне все рассказала. Что-то утаило, нет логики. Он вообще очень дружеский с логикой. И в итоге это, правда, не подошло, потому что я что-то не договариваюсь, что он так чувствует. У меня в итоге тоже дали нервы, и я ему признала, что все подробности придумала, дабы спасить семью. Дала задний ход. Сказал, раз вот. И это логично, потому что человек, на самом деле, понял, что вам нельзя доверять. У вас нет своей четкой позиции. И человеку свою позицию меняется. То есть, плюс ко всему, нет ощущения, что вы в ней уверены. Теперь я собралась окончательно, наломала таких бров, что не собралась. Но ведь опять обвинение. Это привычная для вас история обвинения. Могли ли вы знать, что он так опряхирует? Конечно, конечно могли. Но вы все равно так поступили. Почему? Потому что вы тяготитесь к тому, чтобы себя винить. Я уверен, что вы вините себя и перед детьми чувствуете себя виноватой тоже. Жду его с командировки и боюсь представить, что будет. Ну, вот именно. Вы не полагаетесь на себя. Чувствую себя последней сволочью. Вот обвинение. Хочется зреть в плитах земли. Что наобичевание. Для вас это ситуация хоть и болезненная, но согласитесь, комфортная. Вам комфортно в этой ситуации. Обшевельно. Вам нравится себя обвинять? Только обвиняя себя сейчас, вы чувствуете относительную ясность и определенность. Могу только себе представить, как ему больно и что приходит пережить. Но вопреки, он был со мной. Тут я не очень понял, что вы, честно говоря, сказали, что вы имели в виду. Но его боль, это его боль. Вы здесь ни при чем. Он 20 лет вас доводил. Вот видите, здесь вы не отделяете свою ответственность от его. Себе тоже жалко, так как он действительно мой первый и единственный. А почему жалко? Почему жалко? Вот опять же, что такого, если вы, за что вас нужно жалеть? Нет, другой момент. Если вы себя недолюбливаете и таким образом проявляете жалость, это да, это окей. Но вот именно жалеть себя за то, что он ваш первый и единственный, странно. Я его не предавал. А что вообще такое предательство? Что вообще есть предательство? Очень субъективная история. Вот так 20 лет расплачиваясь за одну глупую ошибку в своей молодости. Тут вот сято на тонком том, что вы считаете это ошибкой. Хотя ошибкой это не является. До тех пор, пока вы будете считать это ошибкой, у вас будет то, что будет. То, что есть. Раскаиваться тысячу раз. Раскаиваться не в чем. В том-то и дело. Ничего не совершили. Если бы можно повернуть все в пять, вы бы сделали то же самое. Потому что на тот момент вам было ценно другое. Предлагала полиграфским семейного психолога, ничему не верить. Лила с детьми по советованию. Как по советованию, как быть? Ну, поработать над своей самооценкой. Полагаю над страхом одиночества. Над своими ценностями, над своими чувствами. Избавиться от чувства вины. Взять ответственность личную за свою жизнь. Давай посмотрите, нужен ли вам такой мужчина. Или может быть, ну его. Ведь не случайно за 20 лет вы пытались быть с тем, что вас оскорблял. Не случайно, что вы терпели. И не случайно, что без него вам еще хуже. Вот на этом, обратите внимание, почему без человека, который превратил вашу жизнь в ад на вас обвиняют. И который, по сути, делает вашу жизнь существованием на пороховой бочке. Почему, почему без этого человека вам еще хуже? Вот нужно взять личную ответственность за это. Но пока вы жертва, никакой личной ответственности речи быть не может. Так что изучите треугольность Карпмана. И после этого психологу на индивидуальной консультации для работы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.